В Магадане продолжают прокладывать минерализованные полосы, искусственно созданные участки на поверхности земли, очищенные от горючих материалов. В прошлом году поселок включили в список населенных пунктов, которые подвержены опасности лесных пожаров, поэтому требования по противопожарной безопасности особые. Для того, чтобы сберечь людей и их имущество, работы продолжаются, несмотря на то, что опасный сезон закрыт. Они продолжаются вплоть до весны. Планируем полностью все это. Везде периметры, как на поселке Сокол, так же и поселке Уктар. Это все зачистить. Мы видим здесь, что продолжается работа и делаем ширину не менее 10 метров. Опять же, у нас есть и предписание Главного управления МЧС России по Магаданской области. Ну и, соответственно, и у нас это входит в обязанности. И все это мы сейчас зачищаем и делаем вдоль всего этого периметра минеральные полосы, минерализованные. Специалисты делают такие полосы каждый год. Сложности возникли с Уктаром, поскольку там болотистая местность. После наступления стойких морозов сотрудники служб смогут с помощью бульдозера расширить минерализованную полосу. Благодаря такой вынужденной вырубке сланника у работников лесхоза есть материал для елок перед Новым годом. Основная задача учреждения – сделать общегородские зеленые красавицы. Елку нужно установить в микрорайонах, а также и в садиках и школах. Оставшиеся отправятся в дома горожан. Также утверждают эксперты – работать будут и частные компании. В принципе, я не вижу никакой катастрофы экологической. Тем более, если люди непосредственно рубят, допустим, сланик на елке. Им же не надо рубить, они не будут сами рубить все подряд. Это нам приходится очищать все подряд, потому что нам нужен участок, по которому положить минерализованную полосу. Минерализованные полосы – хорошая профилактика пожаров, утверждают эксперты. Работы на протяжении лета выполняла организация «Комбинат зеленого хозяйства». Напомним, в прошлом году «Сокол» включили в список населенных пунктов, которые подвержены опасности лесных пожаров.